Друзья, всех приветствую на торговой сессии Втурника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. К экономическому календарю. Сегодня на повестке несколько релизов, на которые стоит обратить внимание. Это данные по рынку труда Англии. Статистика будет опубликована в 9.00 по московскому времени. После этого мы переключим внимание на бизнес оптимизм немецких промышленников от института ЗЮМ в 12.00. И, пожалуй, самый важный релиз статистический это данные по инфляции, которые выйдут в 15.30 по московскому времени. Это статистика по штатам. Инфляция важна, потому что инфляция это логичный ответ на прежние меры экономического стимулирования. И, как вы помните, друзья, моя идея слабости доллара, поддержки для рынка драгоценных металлов, она как раз опирается на том, что вот эти беспрецедентные экономические стимулы, которым вынужденно прибегали центральные банки мира и продолжают прибегать, борясь с последствиями пандемии, все это увеличивает денежную массу и заставляет трейдеров обращать внимание на те активы, которые самим фактом своего существования предназначены для того, чтобы страховать инвесторов и их капиталы от риска обесценивания, от инфляционных рисков. И золото, опять же, смотрится среди всех этих активов очень даже неплохо. По прогнозам, друзья, сегодня рост инфляции будет зафиксирован. По статистике, опять же, если говорить по непосредственно самому отсчету, 1,4%. Прогноз в годовом выражении рост инфляции с 1,3%. Напоминаю то, что недавно ФРС перешел к политике инфляционного таргетирования. Это значит то, что даже американский регулятор признал то, что инфляция точно будет расти. Отказался от обозначенной ранее цели в 2%, потому что уверен то, что эта цель будет пройдена и индекс потребительских цен заберется выше. Остается, друзья, только ждать в связи с этим адаптировать идеи на средний долгосрок под вот эти установки. Идеи очень простые, как я только что отметил. При таких настроях в отношении инфляции нужно делать ставку на снижение курса американской валюты. Ну ладно, давайте как раз к доллару. Индекс доллара 93.17. В данный момент мы наблюдаем за развитием коррекции. Это не что иное, как коррекция. Это не разворот. Напоминаю, уже столько раз я обращал ваше внимание, что любой тренд это постоянная борьба. Вот сейчас инициатива временно перешла к покупателям, но это только временно. Позиционно ставка остается на снижение, потому что индекс американской валюты будет как раз и отражать скорое поступление на рынок дополнительных денег, рискующих еще больше, нарастить, увеличить денежную массу и создать дополнительный риск для инфляции. Вы знаете, я буквально вчера, общаясь со своими коллегами про перспективу фондового рынка, пришел к, на мой взгляд, уместному сейчас выводу относительно того, что, наверное, даже не стоит зацикливаться на потенциальной победе Байдена либо Трампа, конкретно делая ставку на кого-то из них. Все дело в том, что если рынок живет сейчас ожиданиями новых мер экономического стимулирования, значит, нужно понять, в принципе, что с этими программами будет дальше, что при первом политике, что при втором. И вот, что я скажу вам, друзья. На самом-то деле, если победу в президентской гонке одержит Джо Байден, есть высокая вероятность того, что пакет экономических стимулов может оказаться больше, потому что победа Байдена – это сразу же знак равно большинству в Сенате, большинству в Конгрессе и лоббировании тех идей, за которые сейчас топят демократы. Это пакет помощи на 2,2 триллиона долларов. Как вы помните, республиканцы несколько ужимаются в этом объеме ликвидности. Их предложение раньше было на 1,4 триллиона, 1,5, вот последнее – 1,8. То есть, они пытаются, конечно же, вывести демократов на какую-то золотую середину, но демократы не соглашаются на тот фонд, который есть. Последняя инициатива Белого дома, она датируется прошлой пятницей – 1,8 триллиона долларов. Также, можно сказать, была отклонена. Конечно же, сейчас политики, прежде всего, отстаивают свои интересы, они думают об интересах страны. Вопрос буквально в сотнях миллиардах долларов, при этом мы видим то, что промедление, затяжные переговоры, они негативно сказываются на национальной экономике. Меры экономического стимулирования будут приняты, но только, скорее всего, друзья, и это не значит, то, что это так. Скорее всего, после выборов, когда эти меры экономического стимулирования будут ассоциироваться непосредственно с какой-то политической партией. То есть, сейчас демократы до выборов не хотят идти на уступки республиканцам, республиканцы не хотят идти на уступки демократам. Но вы должны понимать, что без этих денег экономика не справится, поэтому столько времени мы уже ждали этот новый пакет ликвидности. Остается подождать совсем чуть-чуть, друзья. Деньги поступят, и эти деньги станут мощным катализатором для роста фондовых рынков и снижения курса доллара. Поэтому в отношении S&P, NASDAQ и Dow Jones я рекомендую продолжать работать с Dow Jones 28 695 пунктов. Совсем скоро мы преодолеем 29 тысяч пунктов и окажемся выше. Деньги придут на рынок. Произойдет ли это до 3 ноября, либо позже, наверное, не суть. Доллар канадец 1.3127, Bank of Canada, собственно, дали прогноз о том, что пара доллар-канадец может просесть к отметке 1.28. Это куда круче, чем наши ожидания, потому что я прогнозировал снижение пары до отметки 1.30. Опять же, слабость доллара, потенциальный рост цен на нефть и статистика довольно неплохая, которую мы получаем в Канаде, потому что в Канаде продолжают действовать довольно неплохие по объемам меры экономического стимулирования. Канадские регуляторы власти работают сообща, помогают домохозяйствам и компаниям. Это все способствует, опять же, более ускоренным темпам выздоровления канадской экономики и отхождения от последствий ковида. Давайте придерживаться цели 1.30. 1.28. Это уже после того, как доберемся до планки 1.30. Евро против доллара 1.17.95. Ставка на рост сохраняется. Хай вчерашнего дня 1.18.16. Цели ближайшие 1.18.50-1.19. Фунт против доллара 1.30.46. Совсем немного времени остается до 15 октября. Джонсон накануне поддержал позиции британской валюты комментарием о том, что он готов усилиться в переговорах по Brexit и нахождению общего знаменателя по торговой сделке. Это в моменте привело к всплеску рыночного позитива. Хай вчерашнего дня по паре фунт-доллара 1.30.81. Сейчас идет коррекция. Друзья, но в конце концов все будет зависеть уже от того, с каким решением мы как трейдеры, как инвесторы и английская экономика ЕС переживут опять же 15 октября. Будет ли сделка или нет? Под конец недели мы с вами еще раз обратим внимание на перспективы британской валюты и скорее всего примем решение, как действовать дальше. Золото 1910. Повторюсь, что новые меры экономического стимулирования придут на рынок, создадут дополнительные риски инфляции и точно поддержат котировки черного золота. Поэтому, друзья, давайте метить на прежний ориентир 1950 и выше. Что касается рынка нефти 41.76 сейчас накануне котировки просели из-за того, что опасения, связанные с ростом количества и числа нефтяных терминалов в США, завершение забастовки в Норвегии и восстановление нефтедобычи после ураганов в Мексиканском заливе вновь стали причиной какой-то локальных страхов того, что предложение на рынке нефти останется значительным и точно будет опережать слабеющий спрос из-за того, что мы сейчас повсеместно констатируем негативнейшее влияние второй волны пандемии и основу повторной меры карантина, к которым прибегают разные страны. Но здесь есть еще козырь, друзья, для покупателей нефти. Это то, что происходит с американской валютой. Пока у нас четкая установка есть на то, что доллар будет слабеть, я не откажусь от того, чтобы еще какое-то время посидеть в длинных позициях по нефтяному рынку. На этом, собственно, все. Спасибо за внимание. Всем хорошей торговой сессии. Всем пока.